Чтобы четко распланировать свое ближайшее будущее и уверенно идти вперед, нужно проанализировать все сделанное за прошлый год, внести необходимые изменения в работу и двигаться дальше, добиваясь новых успехов. И в этом велика роль сессии Советов сельских поселений. Мы побывали на открытой сессии в поселке Рисовом, о чем и расскажем в нашем следующем репортаже. Перед депутатами местного совета и жителями с докладом о проделанной в минувшем году работе выступил глава сельского поселения. В работе важной для селян сессии участвовали глава Славянского района, его заместители и руководители структурных подразделений. Глава Рисового сельского поселения рассказал о том, что администрация старается держать руку на пульсе всех житейских проблем жителей. Здесь своевременно отвечают на обращения граждан. Специалистами администрации приняты за год 104 человека. 133 получили ответы по телефонной горячей линии. 37 человек были приняты на личном приеме главой поселения. Больше всего обращений по вопросам благоустройства, и они решаются по ходу поступления. Высажено в парк 30 кустов кипорисовника и 10 кустов можжевельника, 20 кустов можжевельника по улице Ленина напротив парка, 20 кустов кипорисовника на стадионе поселок Рисовик. Выполнили ремонт тротуара по улице Набережная от улицы Ленин до улицы Мира протяженность 225 метров. Продолжается правоустройство стадиона, выполнили работы по устройству наружной сети водопровода. На реализацию муниципальных программ развития сети автомобильных дорог было выделено 1 млн 205 тысяч рублей, в том числе 1 млн 156 тысяч средств своего бюджета и 50 тысяч средств бюджета поселения. По данной программе выполнили ремонт дороги. Бюджет поселения исполнен по расходам в сумме 24 млн 659 тысяч рублей. И пошли эти деньги прежде всего на социальные нужды и благоустройство. Развитие и решение проблем удается добиваться благодаря помощи и взаимодействию с районной властью. Глава Славянского района Роман Синеговский отметил, что в поселении есть зримые перемены к лучшему. Много хорошего сделано за 2021 год и делается в настоящее время на уровне всего района. И об этом было рассказано в докладе. Славянский район принял участие в семи государственных программах на условиях софинансирования и двух национальных проектов. Образование, один из них, и жилье, и комфортная городская среда. Из краевого федерального бюджета на благоустройство населенных пунктов, строительство социальных объектов, приобретение оборудования в школы привлечено 283 млн рублей. В минувшем году был закончен капитальный ремонт исторического памятника дома купца Мазепы, где заработала детская художественная школа. Начал действовать межрайонный региональный сосудистый центр в Славянской ЦРБ. Там же идет ремонт травматологии и хирургии. Завершается строительство современного центра единоборств. Строится детский сад на 320 мест возле новой школы и универсальная спортплощадка возле легкоатлетического манежа Олимпийц. Заканчивается капремонт детского сада в хуторе Сербин. Готовится проект на строительство там же нового корпуса на 60 мест. Ежегодно обновляются воинские мемориалы и строятся новые памятники. В ходе открытой сессии жители смогли задать интересующие их вопросы. А интересовало их прежде всего качество дорожного покрытия. Проект уже готовится, можно перечислить. Заканчиваем только улицу Октябрьскую, сразу приступим к улице Казачьей. На вашу улицу на сегодняшний день улица Раздольная и улица Казачья, и улица Садовая, да, там кусочек здесь. Составленная уже смертная документация. У улицы Казачьей сегодня стоимость дороги 2 миллиона 100 тысяч. Педагоги поблагодарили главу Славянского района и всех тех, кто помог с детскими подарками. Хотелось бы сказать спасибо за новогодние сладкие подарки главе района. У нас, знаете, 56 подарков было детям, что дети получили из семей многодетных и малобеспечных, и школа 56. Спасибо большое нашему главе Анатолию Васильевичу за подарки, которые уже дети получили. Также был вопрос о необходимости организации для детей занятий по их увлечениям. Лицензию получим и заведем сюда хотя бы пару направлений. Одно по направлению культуры, одно по направлению образовать. И, ну, как, уже начнем тогда стартовать по вашей потребности, изучим ситуацию, какое будет направление более востребовано, конечно, сюда его заведем. Понятно, картовый ресурс здесь тоже ограничен, поэтому будем хотя бы начинать с одной группы, прибавляем, прибавляем. Был заданный вопрос о том, что прием дважды в неделю приезжающим терапевтам недостаточен. Нужен в поселке и аптечный пункт. Существует ставка, вакантная, все условия, есть зарплата, есть физического лица. Нет на сегодняшний день пока желающего приезжать в банке и трудоустроиться. При первой возможности сразу трудоустроимое отправившись до народа. Это первый вопрос, да. А по аптеке, значит, торговлю в поселениях, во всех, не только в Республике, входы на область медицинскими работниками напрямую осуществляет организация «Куба информация». В связи с отсутствием лицензии у нас, как у учреждения лечебного, они свою деятельность в тех врачебных амбулаториях, которых нет для лицензии, свернули на три месяца. Правильно сказать. В настоящий момент ведется работа по подготовке и подаче заявлений на лицензирование и не позднее, чем 1 апреля, а как возобновить свою деятельность здесь. Работа главы поселения и администрации на сессии была признана удовлетворительной. В целом, жители довольны уровнем благоустройства и своей жизнью здесь. Несмотря на все трудности, мы стараемся делать как можно больше из того, что есть, из того, что можем сделать. А что конкретно хорошего? Ну, вот, например, у нас почти все дороги поселения асфальтированы. Ну, практически. У нас освещение уличное. Горит строго по графику. То есть все по времени, фонари все горят, все вовремя включается, вовремя выставляется, вовремя все работает. Если где-то перегорает, вовремя меняется. Дети, подростки, да и ребята возрослее, взрослые люди, они приходят, занимаются там, ну, как какими-то спортивными мероприятиями бывает проводятся, как культурные мероприятия, соревнования, различные концерты проводились. Очень важно, что сами жители поселка Рисового видят положительную динамику в его развитии и готовы активно участвовать в благоустройстве. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа События.